Судя по этим кадрам, улицы Москвы серьезно опустили, машин в разы меньше. Москвичи говорят, даже дышать теперь легче и как будто солнечных дней прибавилось. Дельфины, к сожалению, в Москве реку не вернулись, но вроде как тоже стало чище. По поводу улиц тоже стало чище, потому что все-таки коммунальные службы продолжают работать в том же самом режиме. Но говорить о том, что все москвичи сидят по домам и выходят лишь вынести мусор и погулять с животными, конечно, нельзя. И вот кадры из метро, людей предостаточно, а дистанции, которые соблюдали в первые дни, уже забыли. Даже маску, а это минимальная мера, носят не все. Расскажите, почему вы сейчас не дома? Работаю. Получается у вас как-то держать дистанцию от людей? Пытаюсь, но не получается, к сожалению. Расскажите, почему карантин не соблюдаете? Карантина нет, ЧСа нет, поэтому люди, в принципе, немножечко пренебрегают происходящим, пренебрегают собственным здоровьем, здоровьем близких. И выходят все-таки лишний раз на улицу погулять, походить, поговорить. Между тем, количество инфицированных в Москве растет. Эти сутки побили рекорд. Плюс 3570 новых случаев. Правда, по словам Дмитрия, нельзя сказать, что больницы переполнены. Те, кто зараженно, болеет бессимптомно, а таких, по данным медиков, 60%, лечатся дома. А со вчерашнего дня переболевшим коронавирусом в легкой форме предлагают сдавать плазму крови, в которой могут оказаться антитела к вирусу. Вроде как, да, за 600 грамм своей плазмы, в которой, возможно, есть антитела или как-то это работает, будут платить 5000, что должно стимулировать людей. Несмотря на все проблемы, москвичи надеются, что скоро заболеваемость пойдет на спад и они смогут уже прогуляться по своей любимой Москве и не только. Надеюсь, что когда-нибудь начнут летать самолеты. Очень хочется домой, потому что отпуск отменился. Если каждый все-таки сделает правильный выбор и останется дома, никто не говорит сидеть 24 на 7, просто останьтесь дома, отмените дела, которые могут подождать. И если каждый сделает это, то мы все вместе, в общем-то, победим этот недуг и очень скоро наша жизнь вернется в привычное русло. Напомню, что для передвижения по столице мэр ввел пропуска. В СМИ отмечают, благодаря этим мерам передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек. С 22 апреля будут приняты меры дополнительные. В частности, передвижение людей и машин планируется отслеживать не вручную, а с помощью автоматизированных систем. Татьяна Голубева, День с толком.